Илья Отца и Сына, Святаго Духа. Сегодня слово Божье, слово евангельское, дает нам так хорошо знакомую и все-таки так трудно постижимую нами универсальную формулу нравственности христианской. И во всем, как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы с ними поступаете. Эти слова Христа требуют расшифровки, потому что на самом деле они дают универсальный ответ, каждому человеку, ропщущему, каждому недовольному, каждому, кто чувствует себя в чем-то обделенным, непонятым. Почему? Потому что эта заповедь призывает начать менять ситуацию вокруг себя не с кого-то, а с себя самого. если тебя не любят, попробуй начать любить сам. Если тебя не замечают, попробуй сам кого-то заметить. если ты говоришь, а тебя не понимают, попробуй вслушаться и начать понимать другого человека. Хотя бы немножко посмотреть на ситуацию его глазами. это будет очень непросто сделать. Потому что эгоизм человека, когда воспаляется, знаете, существует какой-то нерв в теле человека, мы ему не знаем, что он есть. Он где-то существует, у него своя функция. Как он воспалился, старающий охватается и чувствует, что что-то с ним не то. Так вот этот эгоизм невидимо растворяет и поступки человека, и намерения человека. Но в какие-то моменты он начинает обостренно давать о себе знать. Вот, конечно, здесь о любви на самом деле. И дальше нам Господь говорит, если вы любите в ответ тех, кто вас любит, в этом нет ничего особенного. Так поступают грешники и язычники. Здесь ничего христианского нет. Если вы благотворите тем, кто вам благотворит в ответ, в этом тоже ничего особенного нет. Это в них христианских сообществах вполне себе нормальные явления. Если даете взаимно только тем, от кого надеетесь получить назад, в этом тоже ничего нет христианского. Так поступают и грешники, и язычники. И зовет нас Господь совершать другое. Любить ненавидящих, благословлять проклинающих и давать взаимы тем, от кого не надеемся ничего получить назад. Ибо Отец ваш Небесный, как говорит нам Евангелие, благ дает свою благодать и неблагодарным. Будьте милосердны, и Отец ваш милосерд есть. Когда-то у преподобного Силана Афонского спросили о том, что христианин отличает от всех других людей, и что является мерилом его преуспеяния. Этих критерий, наверное, много, но тот, о котором сказал преподобный Силан, он сказал один только. Это любовь к своим врагам. Если ты христианин, ты любишь своих врагов. Если ты этого не делаешь, если ты не умеешь этого, ты еще не начинал быть христианином. А кто эти враги? Могут ли у христианина быть вообще враги? Вот вопрос непростой. Кто этот враг? Тот, кто на себя криво посмотрел, тот, кто себе грубое слово сказал, тот, кто тебе показался неприметленным и враждебным, а таков ли он на самом деле? А не твое ли это кривое отражение в зеркале твоего близкого, который ты сегодня видел, и тебе показался он таким страшным и врагом твоим? По большому счету у христианина и врагов-то быть не может. У нас один враг рода человеческого, источник всякого зла, зависти, гордыни и всякого лукавства, с ним и ведут христианин в борьбу. Но люди великой святости, великого духовного горения, которым нам даже и представить сложно, даже за этого падшего духа ни молиться, ни покаяться, ни опомниться. Это их мера любви нам непостижима, как нам недоступна. Будьте милосердны. О чем здесь призыв? Что это значит? Сердце милующее. Это значит сердце зрячее. Оно может быть слепым в сердце человеческое, не как физический орган, а как сосредоточение его чувств, эмоций. Человек живет, весь сосредоточен на себе, на своих проблемах, на своих нуждах. Как говорят, идет и расталкивает по жизни всех локтями. И не видит, он смотрит и не видит, он пребывает рядом с другим человеком, но остается слеп и к одному, и к другому, и к третьему. Милующее сердце, это сердце зрячее. Это сердце способное отвлекаться на боль, нужду, немощь другого человека. И когда человек живет с таким сердцем и проповедует с таким сердцем, он может творить чудеса. И так давно мне пришлось замечательную историю услышать о одном монахе, который ходил для какого-то благотворительного учреждения, собирал пожертвования. И пришел к очень богатому человеку. Выслушав его просьбу, он что-то, наверное, такое подумал, не очень хорошее, и дал этому монаху пощечину. А что-то не растерялся, говорит, дорогой, это ты дал мне, а что-то дал ты детей, на которых я тебе прошу пожертвования. И такой ответ, что богатый человек, конечно, смутил, и его сердце растопило, и он стал потом таким большим благотворителем. Дорогие мои, бывает очень полезно на секунду, на минуту остановиться в этой жизни, в ее бурном течении, остановиться и спросить себя не только где, что я, где мои мысли, где мои желания, где фокус моего внимания, но остановиться и спросить, а кто сегодня вокруг меня есть? Кто сегодня тот ближний, который ждет от меня доброго слова, ласкового взгляда, доброго человеческого участия, и по мере немощных сил, призывая помощь Божию, это участие, явить, вот, чтобы, хотя бы, для этого человека, пусть его страшная затемненность, пусть его, как вы знаете, унынии и скорби, воссеял в жизни Христос, через меня, через мое малое добро, которое никогда не пропадает, а в конце концов, по нем, мы будем судиться на страшном суде, накормил голодного, напоил жаждущего, посетил церемею больницы, вспомните об этом, и мы не можем сделать, может, какие-то великие дела, надо делать малое, такие, точечные, не абстрактное человечество, любить, а, хотя бы, одного, одного человека, научиться, полюбить, по-настоящему, церковь мудрит нас, в этом деле, Господь. Мир всем!